Компетенция знания очень коварная компетенция. Дело в том, что на практике, на практике имею ввиду и адвокатской и преподавательской, часто смешиваются два понятия. Компетенция как знание и информация. Довольно часто преподаватели, поступая следующим образом, загружают в обучающихся какую-то информацию. Происходит просто как флешка, загрузка. Но эта информация еще не стала знанием. Я вообще считаю, что любая загруженная информация, к ней надо относиться очень аккуратно. В вашу голову может попасть случайный информационный мусор. Это в лучшем случае. А в худшем в вашу голову попадет вредная информация. Информация, которая будет вам мешать заниматься успешно каким-то видом деятельности. И я считаю, что знание является компетенцией. Компетенцией, при помощи которой вы можете набрать для определенного случая и использовать определенную информацию. Давайте, опять же, на графике это рассмотрим. Я свою компетенцию знания разделил еще на несколько видов компетенций, более мелких. Но это не значит, что они более неважны. Но вот прокачивая вот эти, развивая вот эти мелкие компетенции, вы разовьете у себя компетенцию знаний. Она вам очень необходима. Представляете себе, если у вас есть эта компетенция знаний, она развита, вы можете узнать все, что угодно за короткий промежуток времени. Узнать, в смысле, узнать и начать тут же использовать. То есть, узнать полезное. Итак, давайте посмотрим, как я разделил, на какие подкомпетенции я разделил знаниевую компетенцию. Знаниевую компетенцию, как два полушария головного мозга, я разделил на две подкомпетенции. Здесь сбор информации, то есть, это компетенция получения определенной информации. Что это значит? Это значит, что информацию первоначально необходимо собрать. Как ее собирать? А собирать ее необходимо следующим образом. Необходимо у себя развить такую способность, такую компетенцию, как слышание. То есть, способность слышать, рефлексированного слышания. Потому что информация окутывает адвоката со всех сторон. Информация идет для него со многих источников. Например, такой источник, как сам клиент. Если послушать хорошо клиента, он скажет вам самую важную, необходимую вам информацию. Сам клиент этой информацией владеет. Более того, это если открыть уши, то полезную информацию можно услышать от противников. Например, от прокурора. Прокурор может, сам того не ведая, проговорить информацию, которая нужна адвокату. Адвокат может получить информацию, например, из процессуальных документов. Например, адвокат за ответчика. Он исследует исковое заявление и видит, и в этом исковом заявлении противника, он видит нужную для себя информацию. Но здесь вам необходимо помнить об одной вещи, о так называемом информационном мусоре. Дело в том, что иногда люди закрывают себя от информации, потому что ее слишком много. Но они закрывают от бесполезной информации, но автоматически они закрывают себя от полезной информации. Что делать? А есть такой режим, компетенция включения режима, режима просеивания. То есть, на автомате вы просеиваете информацию, которая от вас поступает, пропускаете ее через свою голову, не запоминаете, этого не надо делать. Но ставите сито и тут цепляется важная для вас информация, если вы в этом режиме. Вот эта компетенция, компетенция услышать ключевые слова, компетенция услышать ключевую информацию, это то, что жизненно необходимо адвокату. Ну, еще где можно узнать информацию, это, конечно, адвокат не является современным адвокатом, если он не может, не обладает навыками использования интернета, например, где очень много нужной, необходимой ему информации. Адвокат, который не владеет навыками пользования таких систем, как гарант, консультант, право правовых систем, это тоже не адвокат, он не может найти нужный источник быстро и качественно и правильно. А чтобы пользоваться системами этими, необходимо, например, знать ключевые слова, по которым вы ищете, иначе информации много, но ее так много, что вы не можете вычленить то, что вам необходимо. И вот эту знаменитую компетенцию, получение, отбор и концентрация информации, я считаю, очень важной компетенцией. Посмотрим, что у нас на второй половинке мозга нашего изображения, компетенция адвоката. Во второй части у нас находится такая компетенция, как понимание. Что значит понимание? Сейчас мы с вами это исследуем. Дело в том, что недостаточно информацию, даже нужную информацию в себя загрузить. Хорошо, вы нашли то, что вам необходимо. Теперь вам необходимо это понять. Потому что, если вы это не поняли, вы просто не можете это использовать. Только понятая информация является важной, необходимой и полезной. Возникает вопрос, а как понять? Что значит понять? Это очень просто. Достаточно просто объяснить, но не просто начать это воспринимать. Понять, это значит прикрепить новую информацию к своему опыту. То есть, у вас в голове уже есть какое-то представление о какой-то сфере. И если вы получаете новую информацию, вы должны ее прикрепить именно к этому месту. Если вы не прикрепили, эта информация просто памятью стирается. Вы, может, вызубрили что-то. Но то, что вы вызубрили, это не останется у вас в памяти. Оно вылетит. Ну, например, даже если вы вызубрили для экзамена. После экзамена это у вас вылетает автоматически. То есть, вы не прикрепили эту информацию к какому-то опыту. Я приведу вам следующий пример. Например, адвокат узнал, что есть 8 видов дорожного покрытия. Ну, хорошо. Запомнит ли он это? Может быть, даже и запомнит. Потому что там интересное достаточно название. Но зачем ему это? Потому что, например, этот адвокат специализируется по дорожно-транспортным происшествиям. И у него какое-то там дело дорожно-транспортное, сбили человека. И он исследует путь движения автомобиля. Так вот, у него есть определенный опыт по этому поводу. Так вот, если к этому опыту не были прикреплены в свое время, к этому опыту не были привязаны знания о видах дорожного покрытия, эти знания не всплывут. А если он помнил, что когда он запоминал эти виды дорожного покрытия, он запоминал их для чего? Для того, чтобы потом защищать людей по дорожно-транспортным происшествиям. Он тогда прикрепляет, он думает, что разные виды дорожного покрытия влияют на тормозной путь. А зачем мне это? А для того, чтобы затем, например, доказать, что мой клиент не мог остановить автомобиль на этой дороге. Именно на этом типе автомобильной трассы. В данном случае произошло прикрепление. Если прикрепления нет, нет и познания, нет знания, нет понимания. И я вам призываю вас, если вы видите, что вам что-то полезно, действительно узнали, прикрепите это к своему опыту. И тогда это полезно действительно таковым станет, вы сможете это применять. Ну и еще третье, я выделю третье компетенция в знаниям и парадигме. Это так называемые мнемотехники. Сейчас я вам эту мнемотехнику продемонстрирую. Мнемотехника, мнему, это память, это техники запоминания. Адвокат очень хорошо бы их знать для того, чтобы запоминать какие-то вещи. Ведь память это то, что тренируется. А тренируется что? Тренируется компетенция запоминания. Например, я сейчас вам дам компетенцию, как что-то запомнить навсегда. Так вот, перед вами эта техника и есть. Эта техника, так называемая, опорных сигналов. Перед вами образ. Образ человечка. И к этому образу, да, вы знаете, что такое человечек, мы начинаем прикреплять сюда, ну это Цицерон в свое время вывел такую технику, мы начинаем прикреплять какие-то знания. Вот, например, теперь, скорее всего, вы запомните, что знание находится в мозге. А так, как в мозгу два полушария, то одно отвечает за сбор информации, это так называемое полушарие, насколько я помню, левое полушарие, которое получает информацию. И понимание. Это полушарие правое, которое начинает анализировать. Вот, скорее всего, вы и запомните, что такое компетенция. Но мы с вами рассмотрели одну компетенцию. Это знания, очень важная. Перейдем к следующей компетенции. Перейдем к следующей компетенции. Перейдем к следующей компетенции. Перейдем к следующей компетенции. Продолжение следует...